Добрый вечер, дамы и господа! С праздником Хануки! Небольшая прослойка четвертой свечки. Сколько историй Хануки вам известно? Наверное, многие из вас слышали историю, которую описывается в Масахет Шаббат, где говорится о масле, которое горело 8 дней, хотя должно было гореть всего один день. Это цитата из книги Магелла Таанит. Из этой истории создается впечатление, что все было в порядке, и была единственная вещь, которой не хватало, это масло. Однако это не совсем так. Если мы посмотрим в Масахет Менаход, другой раздел Талмуда, мы увидим, что, согласно тому описываемому там, самой миноры не было. Минора была украдена, и Хашмонеем необходимо было импровизировать из копии или из дерева делать новую минору. Если мы посмотрим в Масахет Йома, мы увидим, что и жертвенник, на котором приносились животные приношения, тоже необходимо было разобрать, потому что он был осквернен греками, и чтобы сделать новый жертвенник, а это на минуточку, размер двухэтажного здания, когда необходимо было собрать большие неотесанные камни, заполнить ими некую форму из дерева по размерам жертвенника, а потом залить неким подобием нашего цемента, и все это должно было высохнуть, закрепиться, чтобы на нем можно было приносить жертвоприношение. Вот такая работа должна была быть проделана, поэтому восемь дней, которым ждали новое масло, скорее всего, были тоже дни, когда делался и жертвенник, делалась и другая утварь храмовая для нормальной полноценной службы. Является ли информация, рассказанная в других талмудических разделах, дополнением к той, которая сказана в Масахет Шабот про несгораемое масло, или это некие две различные параллельные истории, сказать очень трудно. Мнения авторов в этом вопросе расходятся. Но бесспорно наше добавление в молитве «Ал-Анисим», где написано, что «Зашли твои дети, удалили все ненужное из твоего храма и очистили его духовно», явно намного больше и лучше идет с вещами, упоминаемыми в подготовлении к освящению храма в Масахет Йома и в Масахет Мена Ход. Большое спасибо за внимание. С вами был Барух Юабов.